Если вы ему хорошо сделали, и, соответственно, доверие к вам растет, а цена тоже растет. Смотрите, да, давайте быстренько разомнем. Вспоминайте, да, сначала вот такими движениями, центром, как бы растягиваем, охватывая всю вот эту мышечную структуру. Особенно у офисных сотрудников это все болит, потому что все люди сейчас сидят за компьютерами. У многих людей стрессы, непережитые какие-нибудь там проблемы, нерешенные дела, задачи, долги там тянут и так далее. Это все я называю мешок кармы или рюкзак кармы, который вот прямо вот так вот сюда лямками цепляется и висит вот здесь. Некоторые ко мне приходят, я говорю, у тебя сзади мешок ко мне, сбрось мешок ко мне, тебе станет легче по жизни. Вот мы, как массажисты, работая с телом, избавляем его от этих вот психосоматических зависимостей. Я специально сейчас не углубляюсь в теорию, чтобы вы поняли, насколько достаточно быстро и просто можно человеку привести форму и в норму. На этом куча роликов есть на моем канале в ютубе, можете там посмотреть поподробнее, как я это все делаю. Вот, теперь, ну давайте разогрев, сделаем быстро-быстро. Ну, это мы тоже делаем разогрев. Это просто мы пластичный делаем разогрев, а теперь на скорость. Вообще, начинать, конечно, надо с разогрева, да, это ты правильно заметил. И если, смотри, неудобно, да, так делать, то можно делать одной руку захватываешь, а второй прорезаешь ножом. Вот так вот, как будто бы, ну, режем, режем, режем. Удобнее так, да? Ну, в общем, да, потихонечку, со временем вы подберете под себя удобно те движения, которые вам и более комфортно. Вы, видишь, уже, смотри, розовый такой стал. Отличный, я вот тебя поздравляю. Знаете, со здоровым румянцем на пол спины. Спасибо, дорогой. Это очень хороший признак. Вот теперь идем глубже. Быстренько-быстренько проходимся. Да, 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 вот можно так, потом можно с вибрацией. Старайтесь два-три захвата сделать. Вот с шеи, да, потом посередине и с краешку. Зажав уже вот этот маленький пучок мышечный. От центра идем по периферии. Помните? Вот, теперь берем большими пальцами, делаем шиатсу практически. Когда мы начинаем накладывать руки вот так вот, да, и вдавливаем сюда пальцы, анатомический человек устроен так, что ему очень легко помочь. У тебя они, да, у тебя они... Не положи, на тебе, на руку. Не положи, да? У себя на дороге, что здесь самое правильное место положи. Чувствуешь? Чуть-чуть сюда. А, вот, вот. Вот, 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 вот. Ну, двугореки, да, такие. То есть практически большие пальцы сами укладываются в это место, которое нам надо проработать сложное. Давай посмотрим. У тебя? Да. Подойдешь. Есть, да? Да, вот они, сколько я сюда. Да, что-то круто. Вот, да, вот, 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 вот здесь, там направо, потом почувствовать. Чувствуешь? Как-то у меня власть. Ну, условно неправильно. Проходимся вдоль лопаток, ниже. Вот здесь прям верх с головой, да? Там тоже вы чувствуете вот эти валики. Буквально для себя определив умозрительно, что тут шесть точек. Условно, да. Раз, два, три, четыре, пять. До конца лопаты, где у лопаток уголок внизу. Проходим. И можно здесь идти по двум линиям. Вот практически от центра спины на расстоянии одного, толщина одного пальца, да, мышечная валика. Потом на расстоянии двух-трех пальцев мышечная валика вот так проходим. То есть получается вот вниз мы умножим. Ну, условно говоря, вот спина, да, один палец отложили, вот сюда нажимаем. Потом от центра отложили три пальца, нажимаем вот сюда. Как бы вот два ряда точек. Растирать, правильно? Да, растирать. А там же мышцы идут, они только в один, а при мышцах идут? Нет, там много мышц. Они и так, и так, и так. То есть представьте, это просто позвоночник и вправо и влево одну линию, там на расстоянии пальцев, да, и вторую линию. Да, чисто вы так для себя сами рисуете. Вот центр, условно говоря, видно, да, его? Сейчас я все равно маслом буду массировать, так что вы видите, уже покраснение пошло. Здорово. Это хорошее, тут говорят о том, что хороший турбур кожи, хорошая трофика ткани у него, кровообращение нормальное, человек, в принципе, здоровый. В принципе, мы пока диагностика не делали, но плохо. Берете ноготь, у женщинам это хорошо, и прочащиваете эту линию. Видно? От нее один палец примерно откладываете, ну сколько, сантиметр-полтора, там, да? И вот будет место, куда мы нажимаем, проходя вот эти точки. Если, на самом деле, вот реально хотите помочь человеку, то старайтесь отводить от позвоночника в сторону, вот туда. А второй ряд точек идет практически вот лопаткой, да, вот мы ее нащупали. У нас еще остается сантиметров семь. То есть, отложив три пальца своих, где-то получаем вот еще одну линию вот так вот еще. Видно? Угу. Вот нормальная, вторая вот эта. А вот лопатка здесь. А вот лопатка. Видно, да? Там не ебает, видится. Вот, заходя под лопатку можно даже вот туда. Если хотите глубже еще проникнуть, да, то можно взять человека и положить смолку вот сюда, сам держит. Лопатка у нас, видите, приподнимается. То есть, мы туда прямо можем залезть. При должной тренировке у некоторых развивается такая пластичность тканей, что массажист практически ладонем все туда заходят под лопатку. Ну, там обычно мало у кого-то какие-то проблемы. Да, и нет. Как-то там много. Нет. Не, не, там очень много проблем, я надеюсь. Вот тут есть такие точки. Ну, вот здесь вот бывает вроде как-то, наверное. А так, чтобы там кого-то серьезно под лопаткой. Нет, бывает, бывает. Бывает. Это, во-первых, проблемы, они могут начинаться здесь. А окнется в нем вот здесь, понимаешь? В любом совершенно месте. Или в шее. Ну, сейчас теорию давай немножко опустим. Попробуйте под лопатку залезть. Заведите ладонь за спину человека. Можно и придерживать, если вы сидите, можно и придерживать коленкой. Или, о, большой живот, животом. Или просто не придерживать положительность на стуле, на спинку стула можно положить. И вот эти круговые движения, они называются шарацу. Есть такие виды массажа, которые только на этом основаны. Но у меня авторская техника, авторская методика, она такая смешанная. Она дает лучший эффект, лучший результат. Уже проверено на практике. Куда люди не идут, там, в клиники, в пансионаты. Даже из других стран приезжают и говорят, Блин, нет, вот ты, Олег, все по-другому делаешь. Такого там не делают, короче говоря. Уникальная техника, которую я буду преподавать. Вот, сейчас отсюда тянется вот такой вот блок. Это можно запустить. К сожалению, не видно, но пальцы обладают некоторым зрением. Я вам скажу даже, что некоторые массажисты бывают слепые, да, вы знаете. Это даже лучше. И я иногда, когда работаю, с глубокими мышцами закрою глаза, чтобы отключиться. И не мое зрительное восприятие, а вы знаете, что все, что видят глаза, обрабатывается мозгом. По сути, видим мы мозгом, а не глазами. Поэтому я отключаю один из этих источников, чтобы мозг не затуманился. Нахожу в глубине вот эту вот мышцу. И вот начинаю ее прорабатывать. Больно это, да? Иного достаточно. Терпимо. Вот. О чем говорит боль, на самом деле? Боль, в данном случае, полезна. Если она не режущая, человек не орет. Хотя бывает, и это тоже неплохо. Это говорит о том, что мы нашли это проблемное место, и оно уходит. Тут и лечение идет, в данном случае, через боль. А вот теперь у тебя надо сделать вот сюда. Так, зажимаем и тянем вот эту сторону. И на скручивание. Вот. Уже стал имя. Ну, я не знаю, на камеру это видно или нет. Уже, смотрите, отпустил этот блок. Он уже с этой стороны такой. Пусть человек скажет, как он себя чувствует. Я не знаю, в конкретном точке. Ну, конечно. Кровообращение улучшилось. Да, на первых порах играет именно кровообращение. То есть, по сути, лечит человека его собственная кровь. Мы только этому помогаем. Мы только этому способствуем. Но, когда человек проходит уже несколько сеансов, там идет еще более глубинная работа. Сейчас я вам расскажу. Вот это зайдем. Закончим с шеей. Вот смотрите. Теперь можно, чтобы быстро перейти. Ну, вы проверили на двух лопатках? Попробовали? Только на одной. Да. Давайте меняйте быстренько. На второй давай нащупаем. Вот опять я специально закрываю глаза, чтобы нащупать это место. Потому что видят пальцы. Я вам скажу, что если у новичков они не видят, это тоже приходит с опытом. Сколько бы вы не знали. Помните, я говорю, что знание не главное. Сколько бы вы не изучали, не отработали каких-то методик и навыков. Обычно на второй год практики или на третий год начинают пальцы видеть. Поэтому, опять же... Мне кажется, что эти забитые мышцы не заработали. Да сразу. А иногда уже в другом. Другой, да. Растяжка. Откуда тянет, это уже видно. Есть такие триггерные точки, когда болит, например, здесь. Ага. Ты на нее нажимаешь и чувствуешь, куда мышц повело. Ага. Повело ее в другое место. Вот сюда, да? Находишь другую триггерную точку. Раздействуешь на нее. И смотришь, куда повело. Ну, это я очень коротко, быстро рассказываю. Повело вот сюда. А в итоге оказывается, что болит здесь, потому что зажато вот здесь, на самом деле. Понимаешь? Это очень тонкая работа. Вообще, это с первого раза очень тяжело понять. Тут уже тонкая такая чувствительность пальцев, когда мышцы начнут вести его. Там сустав иногда вот так вот подкручивается. Это тоже такие, ну, другой вид массажа совершенно есть. Так, ну давайте вот уже. Можете подключать два пальца. Можете подключить два пальца и как бы вот так вот топать. По этой мышце, да? Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот так вот. Вперед. Опять же, если заметите, я специально не произношу какие-то термины медицинские. Потому что у них нет абсолютно никакого смысла. Нет смысла изучать какие-то китайские названия точек. Согласны, да? Для набивания себе цены. Да, обычно используется школа для набивания цены, да, себе. Либо какого-то для пафоса, либо просто дань школе уважения.